Тяп-ляп и готово. Именно так проводится благоустройство территории после проведения вскрышных работ в некоторых местах Балакова. И поэтому около 10% ордеров инспекторы не закрывают, понуждая организации, которые проводили раскопки, переделывать работу. Во время рейда по местам благоустройства журналистам рассказали о том, какие требования предъявляются к подрядной организации. Кстати, в этом году все работы по приведению мест раскопок в порядок проводит ООО «ПИК». Работы проводила компания ПАО «ТФЛЁС» в конец 2017 года, начало 2017 года. По ремонту теплотрассы проводили работы. В данный момент выполнено благоустройство, то есть асфальт уложен, чернозем, то есть реквизиация земельного участка проведена. Если вдруг недостатки мелкие, в данном случае с отмостки кусок земли будет указано на недостатки. Я думаю, в кратчайшие сроки компания будет устранена. Кто-то, что он просто на грунте лежит без подушки. Перед укладкой асфальта, в любом случае, щебеночное основание укладывается. Просто не было качественного уплотнения проведено. Либо в процессе, ну, технические нюансы не смогу вам объяснить. Это вот основной недостаток, это не происходит уплотнение грунта. После обратной засыпки надо уплотнять грунт. Ну, видимо, в этом участке не было проведено. Будет написано предписание, письма, уведомления. В любом случае компания устранит данные недостатки, иначе разрешение не будет закрыто. Ну, гарантийное обязательство у них до 30 августа, поэтому сроки есть еще для устранения. Я думаю, проблем не будет. А кто подрядчик? Ну, подрядчик у нас, как бы для нашей организации, не принципиально кто подрядчик. У нас главное, чтобы было выполнено качественно, чтобы мы закрыли. А вообще, о, пик. Если бы некачественно делали, я думаю, было бы на всех участках некачественно. На данном участке провалов нет. Значит, есть. К чему стремиться? К чему стремиться? Чтобы не было провалов. Мы в 21 веке живем, вот эта вот наляпанная асфальт, это нормально? Вот эта вот фигня, это же реально, это ненормально. На данном участке работы проводил ООО «Облкоммунэнерго» по ремонту кабеля. Тоже, вот обратите внимание, асфальт восстановлен, но уже пошли моменты по просадке данного асфальта. Работы проводились тоже в весенний период, в 2018-го года. Вот, ну, замена происходила на этом участке. И вот участок угол, переход был. То есть, обратите внимание, в бордюр вот восстановлен участок. И уже техникой сломанный бордюр проезжающий. У нас в регламенте не указано по поводу песочных, объяснить хочу бордюра песочного и асфальта. В регламенте восстановление благоустройства в первоначальном состоянии. То есть, когда я приезжаю проверять, закрывать, принимать разрешение. Если здесь лежал тротуар, я принимаю тротуар. Если там был бордюр, я принимаю бордюр. Какого качества бордюр принимать, я не имею права. Потому что у меня в регламенте не записано качество проверять бордюра. Если прокуратура захочет провести проверку по данному вопросу, то туда будет направлена компания, которая проводила работу и восстанавливала, чтобы они экспертизу проводили. Пока граждане, частный бизнес не будет тоже участвовать в этом? Нет. Пока не будут делать качественный материал. И не закладывать деньги изначально, чтобы покупали качественный бордюр, а не вот это вот пикнем. На сегодняшний день около 150 мест, благоустроенных после раскопок, ожидают вердикта инспектора. Надеемся, что приняты будут лишь те участки, которые действительно облагорожены. Ну а если вы заметили места, где работы по восстановлению твёрдого покрытия или газона были проведены безобразно, оставляйте в комментариях адреса. Мы передадим их в инспекторский отдел управления дорожного хозяйства и благоустройства.